Пишут про какое-то видеообращение, думаю, ну не надоело обсуждать одно и то же. Выяснилось, он выпустил второе, второе видеообращение. Мы 40 секунд самого интересного вырезали из него. Давайте посмотрим. Вообще, если честно, давным-давно уже великий русский писатель Булгаков в поясе «Собачье сердце» описал такого персонажа с огромной разрухой в голове, полиграфа Шарикова, который вот все мечтал отнять и поделить. Вот ты, Алексей Полиграфович, становишься прям достойный продолжатель. Врал-то ты персонально, и извиняться надо тебе. И вообще, какие дебаты? Это то же самое, что делают дебаты между правдой и ложью. У нас с тобой дебаты будут теперь в суде, Алексей Полиграфович Навальный. Фу на тебя еще раз. Этот ролик понравился мне гораздо больше. Он лучше сделан, несмотря на то, что все такие якорные вещи остались на своих местах. Например, фирменный граненый стаканчик для виски. Ну, как мой стаканчик здесь. Но записано все это по-прежнему в такой веселенькой, я бы сказал, хамоватой манере. С, опять же, фирменным тебя еще раз, которое всех нас очень сильно повеселило. И меня повеселило. И мне окончательно стало ясно, что я прав. И был прав, когда в прошлой программе говорил о том, для чего выпущено это видео. Конечно, вот уже после второго ролика очевидно, что попросил Дмитрий Анатольевич Медведев Усманова переключить на себя внимание. И это, в общем, довольно хорошо работает. Посмотрите. Вчера об этом написали абсолютно все газеты, все средства массовой информации. Все кругом забито. Значит, батл Навальный против Усманова. Версус показывает лучшие отрывки. Кто кому отвечает. Много каких-то смешных шуток на эту тему есть. Политологи анализируют. Кто-то пишет. Смотрите, сколько было книжек раньше на фоне. Сколько стало книжек. Раньше микрофон был похуже. Сейчас микрофон получше. Содержательно это комментируется. Много конспирологических теорий. Что же это означает? А только один вопрос. А в этой дискуссии где Медведев-то? Ничего нет. И срабатывает их затея, потому что некий мой поединок с Усмановым. И обсуждение каких-то вопросов, вообще не имеющих значения к сути нашего расследования. Там, изнасилование, не изнасилование. Сидел, за что сидел. И должен ли он мне говорить на ты или на вы. И красиво ли или некрасиво говорить тьфу на тебя. Это стало главной, единственной темой обсуждения. Но нет никакого Медведева. Нет крупной коррупции. И вроде бы как ушло из массового сознания то, что, в общем-то, Усманов. И дворец на Рублевке, который Усманов подарил Медведева, я настаиваю и докажу, что в виде взятки. Это просто один эпизод. Там много дворцов. Там много всего разного. Но, опять же, обсуждается один Усманов. Это делается абсолютно намеренно. Это делается в том числе для того, чтобы он в суд на меня подал. И мы понимаем, что такое российский суд. Если Усманов выиграл, сказано, ну вот Усманов опровергал расследование Навального. Досаждает ли это мне? Меня, безусловно, немного раздражает то, что средства массовой информации так устроены, что они очень легко переключаются. И в этом смысле ими легко довольно манипулировать. Ну, делай что-то такое вот яркое новое. И каждый день олигарх обращается к кому-то на Ютьюбе. И все бросаются на эту тему, забывая то, что произошло еще совсем недавно. С другой стороны, Усманов очень вредный человек. Он вредный олигарх. Он вредный коррупционер. Он коррумпирует высших должностных лиц. Поэтому и диалог с ним для нас вещь важная и содержательная. Я одной из важнейших целей своей избирательной кампании ставлю то, что мы должны вернуть в политическую повестку вопрос о том, кто такие российские олигархи, особенно сырьевые олигархи. Потому что считается, к сожалению, что если ты человек демократических взглядов, если ты человек, выступающий за рыночную экономику, то ты должен почему-то любить олигархов. А я их не люблю. И не считаю, что они рыночная экономика. И не считаю, что они бизнесмены. И считаю, что их правильно критиковать. Потому что они рушат вообще и структуру экономики, и структуру общества. Они навязывают абсолютно неправильный стереотип о том, что такое бизнес. Они в целом прививают населению ненависть к бизнесменам. Потому что обычный человек смотрит на эту физиономию. И вот на вот эти, вы должны тут все извиниться передо мной. Он начинает в принципе негативно относиться к бизнесу. Поэтому и эта полемика с Усмановым для нас тоже важна. И я поэтому в ней с удовольствием участвую. И я выпущу видео, которое я должен выпустить в ответ Алишеру Бурхановичу. Мы... Я, честно говоря, вообще погрузился в жизнь Усманова так основательно. Несколько тысяч страниц документов мы прочитали за последнее время. И я книжку теперь, наверное, могу о нем написать. И уж точно о нем может написать книжку отдел расследования. Но мы выпустим видео. И в это видео, в отличие от того, что говорит нам Усманов, у которого из доказательств есть только стакан, оно будет снабжено всей доказательной базой. 30-го числа в Люблинском суде пройдет суд Мойсбурха с Алишером Бурхановичем Усмановым на тему чести его и достоинства. Я примерно знаю, как проходят суды в этом моем родном Мариинском суде. До этого несколько единороссов крупных нас судило. И меня судило. И каждый раз это одна и та же картина. Никакие доказательства наши не приобщаются. Никакие наши ходатайства не удовлетворяются. Мы показываем фотографии домов, а единороссы нам смеются в лицо и говорят, это не мой дом, а дом моей тещи, как это было и с известным единороссом Сергеем Неверовым. Но тем не менее. И в этот суд, я надеюсь, что он будет открытый. Я надеюсь, что там будет трансляция. По крайней мере, мы будем ходатайствовать об этой трансляции. Мы предъявим все документы. И, конечно, мы докажем о том, что мы правы в каждом слове относительно коррупции Усманова. И в каждом слове относительно оценки его личности. Ну, а какое же решение примет суд? Это же российский суд. Но тем не менее посмотрим. Я уверен в своей правоте. Продолжение следует...